Последний гвоздь в крышку гроба лейбористов, еще не поздно отказаться от Корбина. С такими заголовками вышли британские газеты на утро после объявления досрочных выборов. В середине апреля политическая ситуация и результаты опросов сулили консерваторам огромный перевес. За день до выборов дела обстоят иначе. После трех терактов британцев больше всего волнует безопасность. Оппозиция этим пользуется. Лейбористы винят консерваторов в сокращении бюджета правоохранительных органов. «Вы не можете защитить людей задешево. Полиция и службы безопасности должны обладать необходимыми ресурсами, а не подвергаться сокращению состава на 20 тысяч человек». А консерваторы считают, что полномочия полицейских и спецслужб необходимо расширить, чтобы не оставить преступникам шансы. «Хватит, значит хватит». В начале кампании рейтинг одобрения Терезы Мэй был рекордным. Две трети избирателей считали, что она самый достойный кандидат на должность премьера. Лидер лейбористов Джереми Корбин сильно ей уступал. Сейчас его, как и Бенни Сандерса, во время американских праймерис поддерживает молодежь. «Он выглядит очень искренним. Другие лидеры партии не заинтересованы, но Корбин выглядит искренним и убеждает молодых продвигать свои взгляды». Оба, и Мэй, и Корбин, сходятся в том, что Брекзит будет жестким. И вряд ли Британии удастся договориться о свободе передвижения рабочей силы и таможенном союзе. Дальше начинаются различия. Консерваторы, кстати, впервые со времен Маргарет Тетчер, предлагают защитить права рабочих, повысить плату за обучение в университетах и добывать полезные ископаемые методом гидроразрыва. Гидроразрыва. Лейбористы в своем отказе от неолиберальной экономики идут еще дальше. Они хотят национализации железных дорог, бесплатного высшего образования и возобновляемых источников энергии. За неделю до голосования букмекеры принимали ставки на победу консерваторов 50 к 1. Но по результатам последних опросов отрыв Тори всего лишь около 5%. А это значит, что в новом парламенте лейбористы смогут вступить в коалицию с другими партиями и таким образом добиться большинства. Продолжение следует...